Осы убийцы терроризируют курорт Ясентуки. Их логово расположено в средней части реки Бугунты, где-то на территории старого города. На чрезвычайном заседании Совета безопасности принято трудное решение об уничтожении рассадника зла. К глубокому сожалению об эвакуации оставшихся в живых людей речь не идет. Обитатели трущоб считаются носителями неизлечимой инфекции, поэтому выбора у городской власти нет. После того, как зона отчуждения будет обработана дефолиантами и выжжена напалмом, на месте пепелища в честь погибших воздвигнут обелиск от благодарных ясентучан. Корреспонденту СТС, случайно затесавшемуся в ряды специально отобранных и проверенных людей, удалось заснять весь кошмар на видео. Осы убийцы появились в Ясентуках сразу после наводнения 2003 года. Видимо, разъяренная стихия принесла с собой один зулиев, смытый из секретной лаборатории, расположенный в Прильбрусье. Ходят слухи, что выведением этих мутантов занимаются карачаевские ваххабиты на деньги Аль-Каиды. Снапрятанные в непролазных ущельях, улии были долгое время недоступны для уничтожения медицинскими спецподразделениями. Когда три года назад летний поводок разрушил лабораторию, многим хотелось думать, что рассадник зла также уничтожен. Однако серия странных смертей, последовавшая после укусов вполне обычных, на первый взгляд, насекомых, заставила власти прислушаться к жалобам горстки людей, почти утративших веру в справедливость. Чрезвычайная комиссия, прибывшая наконец на место затянувшейся трагедии, своими глазами увидела, что все, о чем кричали в своем предсмертном бреде, несчастные и правда. Пойма реки Бугунты в этом месте представляет собой сплошную помойку. Все, кто мог, уже давно эвакуировались. Оставшиеся немногочисленные храбрецы возводят высоченные заборы, чтобы как-то отгородиться от бурлящих нечистот, возле которых любят гнездиться осы. По всему видно это проклятое место. Руины брошенных домов, трупы людей и мелких животных, все напоминают о скором закате человеческой цивилизации. За какие же грехи небо выбрало нас, есентучан? Неужели всесоюзные здравницы суждено стать теперь городом-моргом? Из сельбы к нам с пучком крапивы вышел местный житель. Как известно, майская крапива единственное средство, несколько укрепляющее иммунитет против ос-мутантов. Прокофьевич показывает нам наиболее опасные места, куда без огнемета лучше не заходить. Спасибо тебе, Прокофьевич. История и отечественная наука не забудет твой короткий жизненный подвиг. После вскрытия твой мозг будет исследован в лучших медицинских институтах Родины. Боже, это оса, она атакует меня? Порождение ваххабизма, правозвестники зеленой чумы, эти твари почуяли присутствие людей, спасение нет. Прощайте, мои зрители. С вами был корреспондент СТС Игорь Кулак.